Дни немецкой культуры открываются в Чувашии уже шестой осень подряд. На этот раз все прошло, как всегда, ровно и успешно. Фестиваль, хоть и не стал массовым явлением, исправно собирает хорошую зрительскую аудиторию. Все-таки это молодежь, все-таки это те люди, которым интересно расти, развиваться. Это на 80% молодежь. И плюс остальные 20% это, конечно, постоянная аудитория, которых мы постоянно встречаем. То есть это те, кому интересно подобные же проекты. Отличие от всех предыдущих лет, на этот раз Дни Германии получили продолжение в виде нового проекта. Один из партнеров фестиваля немецкой культуры, Музей кино, готов поделиться с нашей публикой интересными экземплярами своей копилки. Произойдет это уже в ноябре, но подробности пока не раскрывают. Зато для того, чтобы уважаемая публика заранее настроилась, показали один немой фильм, снятый в 20-х годах 20-го века, разумеется, в Германии. В качестве топеров выступили участники ансамбля 4.33 Алексея Айги. Кабинет доктора Каллигари – один из первых фильмов ужасов и первых экспериментов стилистики экспрессионизма. Музыка дополняет фильм и в то же время существует как отдельное явление. У Алексея Айги практически всегда так. Слушатели смогли в этом убедиться во второй части программы, где группа 4.33 исполнила музыку к другим кинолентам, а их уже набралось немало. «Страна глухих», «Дикое поле», «Любовник», «Орда» и другие. Сейчас известный сын известного отца работает над семейным проектом. Пытается переложить на музыку Алексея Айги стихи Геннадия Айги. У меня есть произведение на его стихи, называется «По клумпению». Это вот на его 100 вариаций на тему поводского фольклора. Там татарские, марийские, чуварские песни, маленькие стихотворения. Это его известное произведение. Я написал для хора с музыкальной группой произведение. Оно до конца еще не дописано, он уже два или три раза в Москве исполнялось. Но как бы здесь его пока никто не слышал. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.